Коронавирус не сдается в европейских странах и городах, вводят новые ограничения. Владельцы и сотрудники баров и ресторанов в испанском автономном сообществе Каталония вышли на акцию протеста. Местные власти решили на 15 дней закрыть для посетителей заведение общепита, еда только на вынос, сократить пропускную способность торговых центров на 70%, спортзалов на 50%. Университетам рекомендовано перевести студентов на удаленное обучение. В Соединенном Королевстве за минувшие сутки от COVID-19 скончились 137 пациентов. Коронавирус выявлен у более чем 19 700 человек. В Северной Англии действуют строгие санитарные меры. В Северной Ирландии с понедельника на две недели закроют школы. Ресторановое кафе с пятницы разрешено готовить блюда только для доставки на дом или на вынос. Положительный тест на коронавирус за последние сутки получили более 14 тысяч россиян. За тот же период времени умерли 239 заболевших. В Москве число инфицированных за сутки превысило 4,5 тысячи. Старшеклассники столицы перейдут на дистанционное обучение с 19 октября. Россиян призвали не отправляться за границу без особой надобности. Сложная эпидемическая ситуация в Бельгии, где зафиксировано 7 360 новых случаев инфицирования коронавирусом. Органы здравоохранения бьют тревогу. В настоящее время число пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличивается в два раза каждые 12 дней. Если тенденция сохранится, мы достигнем максимальной вместимости в 2000 коек в реанимации к середине ноября. Такого развития событий необходимо избежать. Медики Чехии выявили за прошедшие сутки 8 325 инфицированных, что почти вдвое больше, чем в предшествующий день. В стране введен частичный локдаун. Чехия имеет самый высокий уровень инфицирования в Европе – 581 случай на 100 тысяч человек. Продолжение следует...